Привет, любознательным! Сегодня я расскажу вам о мини-желудках, кофемашине для авто и птичьем патруле. Подробности далее. Итак, в мире. Международная группа ученых обнаружила, что клетки эпителия желудка способны превращаться в бета-клетки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина. В крови страдающих диабетом такие клетки помогают бороться с гипогликемией, шире известной как пониженный уровень сахара. Существует два способа применения этого открытия в лечении диабета. Первый – брать клетки кожи пациента, превращать их в плюрипатентные стволовые клетки и выращивать из них мини-желудки, способные производить инсулин с последующей пересадкой. Второй способ – получать стволовые клетки пациента при помощи биопсии, перепрограммировать их в бета-клетки в лабораторию и вводить обратно пациенту. Исследования ведутся в обоих направлениях. А в России инжиниринговая компания «Карфидов Лаб», созданная на базе «Ниту Миссис», представила прототип портативной беспроводной кофемашины «Айбармен», способной вместиться в автомобильный подстаканник. Ниатюрный прибор совмещает функционал полноценной кофемашины и кулера, работает от аккумуляторов и может управляться с помощью телефона. Устройство заправляется водой, двумя капсулами с кофе, молоком, сахаром или чаем, работает от обычных аккумуляторных батарейок и управляется при помощи сенсорной панели. Кофемашина содержит резервуар объемом 350 мл, который одновременно варит кофе и может использоваться в качестве съемного стакана. И напоследок в Татарстане. Ученые Казанского федерального университета проведут эколога-орнитологическую оценку территории аэропорта Бугульма. Научно-исследовательская работа будет осуществлена в рамках договора, который заключен между кафедрой биоэкологии, гигиеной и общественного здоровья ИХМИПКФУ и аэропортом Бугульма и направлено на обеспечение безопасности авиаперелетов. Учеными отмечены скопления пернатов в местах поиска корма, а также регулярные их перелеты через территорию аэропорта, в частности взлетно-посадочную полосу. Эти обстоятельства могут послужить причиной неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов и задача кафедры оценить общую орнитологическую обстановку. А на этом все.